Роман Геевич, скажите, пожалуйста, вот мы последний раз с вами встречались приблизительно три месяца назад, достаточно давно, и беседовали. Вы сказали, что входило в ваши планы создание подобной организации, которая занималась бы в том числе правоохранительной деятельностью, занималась бы обеспечением порядка и собирала вокруг себя, в свои ряды, здоровые силы из правоохранительных органов. Бывшая Украина. Насколько я понимаю, возможно, нас с этим поздравить. Вам это удалось? В принципе, да. На основе нашего СВД созданы внутренние войска ДНР, которые сейчас насчитывают 500 человек. В перспективе до 4000 в течение четырех месяцев мы должны развернуться. Это подразделения, которые будут охранять общественный порядок, которые будут бороться с директорно-известительными группами, которые будут проводить зачистки на спорженных территориях, ну и, в мере необходимости, будут участвовать в военных действиях непосредственно. То есть, там, гелета армии, как всегда была, в поле внутренних войска. Краповый билет. А на сегодняшний день 500 человек насчитывают? Да, у нас приходит, постоянно записывается. То есть, идет процесс. Процесс формирования сильной структуры, силовой. Сильная силовая структура. Диктология немножко, ну, малак. Вот. И эти войска, они будут, в принципе, стоять на страже законности. Потому что есть одна диктатура. Диктатура законного. Такой, может быть, юридический нюанс. Смотрите, вот у нас есть полиция. Полиция выполняет определенные свои функции. То есть, получается, что ваша организация, она является вспомогательной, такой силовой частью для полиции. Или это, как бы, военная полиция. То есть, вот, житель Донецка, да, вот он идет, он видит, есть полиция, есть СВД Беркут. Как к ним относиться, как они друг с другом сотрудничают, и на ком уровне это сотрудничество. Ну, немножко поправлю. Люди не увидят СВД Беркут. То есть, структура силовая СВД Беркут, она переросла, переформатировалась во внутренние войска. Внутренние войска не являются подчиненной полиции силой. То есть, есть вот министр внутренних дел. У него есть два заместителя. Один заместитель, который занимается непосредственно председательными мероприятиями. А внутренние войска тоже. Выководитель, получается, заместитель министра. Значит, у него свои функции. Это две равноценных силы. То есть, получается, там, где не может действовать оперативник, не может действовать следователь, там будут действовать непосредственно представители, бойцы внутренних войск. А оперативник не сможет уничтожить план формирования. А внутренние войска могут. Потому что в структуре данного подразделения присутствуют и артиллерийские установки, и бронетехников, вплоть до танков. То есть, это войска. Мноценные войска, которые могут ввести борьбу как в условиях города, так и в полевых условиях. Что, в принципе, полиция не может. Никакон, а заточен. То есть, грубо говоря, есть большое количество диверсантов, к сожалению, да, диверсантов, либо людей, которые хотят, скажем так, в мутной воде рыбку половить, да, в такое непростое время. Есть вооруженное формирование бандитского тока, который сейчас отжимает, пользуясь всем этим делом, такое слово, мутное отжимание, которое захватывает бизнес, которое пройдет просто элементарный грабеж. И эти люди вооружены, вооружены подчас лучше, чем вооружены те же самые милиционеры, полиции, те же самые следователи, те же самые оперативники. Вот тогда, там, где полиция сделала свое дело, то есть вывела на этих людей определенных, подключается тяжелая артиллерия, так сказать. Подключаются внутренние войска. Конницы, можно сказать. А? Кавалерия. Ну, бронекопытная кавалерия. Алтайская кавалерия, как там прозвучала, где-то в каком-то украинских маразматических репортажах. Вот. Такие дела. То есть формируется именно состав в наших внутренних войск, это спортивно подготовленные люди. На меня не смотрите, я не подхожу. Я, ребят, видел, могу подтвердить спортивно подготовленные, вежливые и корректные. Это действительно так. То есть те люди, которые имеют, подчастие в высшем вооружении, те люди, которые прошли суровую школу, там, советской армии, которые воевали рядом. То есть у нас, в принципе, люди, отбираем лучших людей из боевых подразделений, которые себя уже зарегомендовали на фронтах. Многие славянцы переходят. Ну, есть там добровольцы из России, которые приезжают и на контрактной основе поступают в ряды. То есть, в Европе представляют как раз вот именно социальный контракт и стабильную заработную плату. Небольшую, конечно, в условиях нашей страны бедную, но куда бедно, в конце с концами сводить в вор. Вот это был как раз вопрос. Вы перехватили, так сказать, обеспечение структуры. Оно у вас состоится, в общем-то, планово. Обеспечение, получается, все люди, которые приняли присягу, они все поланы в списках, поланы в министерство. Вот у них вот. И получается, изыскиваются средства именно центрального финансирования. То есть, получается, министерство оплачивает услуги своих бойцов. То есть, чтобы для нашего читателя и зрителя, чтобы просто резюмировать, это не некая какая-то организация, которая, знаете, стихийная, взяли, захотели и вооружились, и выполняем определенные функции. То есть, вы аффилированы, то есть, вы действуете легально, да? То есть, абсолютно... Официальный статус. Официальный статус, да. Мы являемся государственной структурой, наряду с полицией, наряду с армией, наряду с МГБ. То есть, четыре силы, четыре китанок, которые устроятся в государстве.